коллеги здравствуйте добрый день я хочу вам представить сегодня наталью олеговну власу вы видите на экране я хочу выразить вам благодарность за то что вы сейчас летом горячая пора и в школах тоже вроде бы заканчивается но еще кое-где кипит особенно в вузах очень много работы сейчас идет сессия у студентов закрываем нагрузку на будущий год распределения по расписаниям и так далее так далее хорошо что мы сейчас собрались с вами только потому что у нас сегодня будет интересное предложение она будет конце извините что у нас была задержка в одну минуту я хочу рассказать историю которая приключилась мой компьютер на котором я провожу вебинары решил обновить версию windows это мне бывает примерно раз год когда он надолго зависает и тут я получил для себя хороший урок обновлять windows еще раз такой урок обновлять windows заранее за 5-6 часов до важного события вот как у нас сегодня с натальей олеговна вчера с ней все проверили было хорошо сегодня сегодня вот этот windows решил обновляться а и я думал что со смартфона зайду и вы даже меня видели на смартфоне но вот тут надежда олеговна блюст она говорит очень хорошо по-немецки живет во франции я ее знаю она преподает немецкий наша соотечественница очень добрый человек она на мобильном видите испытывает сложности да коллеги на мобильном телефоне мирополис работает не всегда хорошо путин так зиге это надежда олеговна я иногда говорю по ней месть хотя еще могу по-армянски и на других языках и по-английски но сегодня у нас главный человек это наталья власова я ее знаю но не всю жизнь но очень хорошо она активно участвует в жизни нашего профессионального сообщества в частности вчера за меня удивило ее заинтересовала официальная сертификация онлайн курсов мы договорились что и сделаем и это полная процедура сертификации по критериям качества по стандартам качества с выдачей заключения официально мы это проделаем хотят это мы полном объеме делаем очень редко пока еще в россии таких стандартов нет только у нас ну что надо наталья олеговна похоже готова рвется бой хочет рассказать нам я попрошу не стесняться задавайте самые каверзные вопросы она ничего не боится я вас уверяю на ничего не боится на позитивный человек очень активный кстати недавно защитила магистерскую диссертацию она немножко расскажет наверное об этом я хочу я вот вместе с вами и и поздравить с этим важнейшим событием где она как оказывается не думает останавливается идет дальше и так дать датали олеговна вам слово себе николаевич коллеги здравствуйте спасибо что вы присоединились и сегодня я предлагаю некоторое время посвятить обмену практиками о применении елен для детей от семи до 12 лет по структуре вебинара сначала по традиции уже мы с вами познакомимся потом немного поговорим про детский ленинг вот мое убеждение что он несколько отличается от взрослого и это надо учитывать с учетом того с какой скоростью появляются сейчас дистанционные курсы и затем я расскажу о том как я сделала свои продукты как применяла социальные сети как применяла мудл и у меня в конце будет еще предложение по сотворчеству и сотрудничеству очень надеюсь что среди вас кто-то найдется с кем мы сможем дальше делать интересные проекты я прошу прощения надо буду встревать уважаемые коллеги если вы почувствуете что это тема не для студентов так вот допустим дорогая юлия александровна подключилась да не для школ а вот узкой возрастной категории от 7 до 12 лет я вас прошу не уходите почувствуете себя в роли экспертов вот я понимаю вот допустим многие вузов работает вот вузовские работники сотрудники библиотеки так далее вы у нас в роли экспертов приглашенных вы будете оценить педагогическую полезность того о чем говорит наталья олеговна пожалуйста давайте перейдем к первому пункту знакомства я пока буду рассказывать о себе о вас попрошу в чате кратко рассказать о том чем вы занимаетесь и какая у вас сфера профессиональных интересов я понимаю что сири николаевичем знакомы но мы с вами еще не знакомы хотелось бы познакомиться не все вот ольгу василину я не знаю лозинскую пока не знаю и других тоже соколков и так далее пожалуйста представьтесь на данный момент основная моя деятельность профессиональная она связана с дистанционной школы артем который я провожу курс дистанционные по физике и астрономии до этого я эти курсы проводила скажем так свободном полете ну сейчас по организации зонной пирамиде удобнее сотрудничестве по образованию я закончила физический факультет мгу 2007 году и вот как юрий николаевич сказал там неделю назад как раз у меня была защита магистерской диссертации по педагогике тема была абсолютно связана с тем о чем мы сегодня будем говорить как раз о пропедевтики естественно научных дисциплин в фаде дополнительном образовании формате и ленинг звучала на и непосредственно так и защищала я ее по результатам двухлетней работы с детьми которые проводил вообще по дистанционным образованием я занималась этим больше чем два года еще лет наверное восемь назад я работала в компании которые делали эти продукты для расчета тарифов для всей россии соответственно очень было много командировок представляете да вся страна продукт много надо было есть и обучать и вот там как раз наверное скажу честно что я начинала внедрение дистанционного обучения потому что у меня был дальний восток и внутренний туризм это конечно прекрасно но честно тяжело частые командировки на дальний восток это тяжело поэтому дистанционное обучение мы начали внедрять именно там под кратко наверное о себе рассказала спасибо большое всем кто представляется пойдемте дальше я не слышу пропадание звука коллеги это наверное у кого-то интернет слабый другой причиной быть не может да ну вот тут пишет что звук 10 про актуальность проблемы и почему в принципе с небольшим таким багажом я все-таки решилась выйти на взрослую аудиторию на профессиональную аудиторию но на мой взгляд проблема очень актуальна и то что они говорят мало чревато последствиями в рамках своей магистерской я проводила эксперимент анкетирование обычные школьников где узнавала их мнение о дистанционном обучении обычно дети там школьного возраста они открыты ко всему новому если только их по рукам как то не надавать и действительно большинство абсолютное большинство сто процентов практически из них использует интернет использовать его в том числе и для обучения но обратите внимание на нижнюю картинку на фиолетовую синюю области фиолетовую область это дети это 18 процентов 18 с половиной детей которые никогда не учились онлайн и пробовать не хотят ну странно но здесь еще как-то можно списать на то что вообще в семье происходит да может они вообще учиться не хотят но еще есть 14 процентов детей которые уже попробовали и им не понравилось но коллеги вот это я считаю честно что это наша вина потому что если мы у них сейчас отобьем охоту к онлайн обучение то мы медвежью услугу такую хорошую оказываем непрерывное образование это онлайн образование я не буду сейчас ведь воды дистанционному обучению всем понятно что без этого сейчас абсолютно никуда вот а к этому нужно подключаться быстро и если там у ребенок придет к этому когда им будет 35 но честно он уже на мой взгляд он отстанет никакой карьеры мы никогда не построить учиться нужно постоянно регулярно то что дети прикалывались ну может быть здесь я не могу конечно гарантировать что они не прикалывались но не уверена вот все таки 30 процентов которые не хотят учиться 30 процентов это многовато слишком для прикола кроме того мы всегда обычно говорим что вот нам тяжело там странах запада вообще у нас есть определенный задел мне кажется потому что в 2016 году было в международное исследование компьютерной грамотности школьников там исследовали как то как восьмиклассники могут применять компьютер для работы в цифровой среде и мы в россии на восьмом месте в общем то неплохие результаты потому как школьники умеют использовать компьютер они не только для игр могут его использовать вполне могут использовать и для чего-то насущного даже приведу свой пример я вела астрономический кружок обычный в традиционной школе и когда я по астрономии очень много интересных программ в городе наблюдений за реальными звездами то не сделать а вот программ очень много интересных и следует сказать что школьники прекрасно в них разбирались у меня там был шестой класс не надо было никаких инструкций писать ноутбук поставил сказал попробуй сделать это прекрасно разобрали сразу разбирается где какая кнопка находится если их попросить найти какой-то ролик по мне они находили ролики интереснее чем я ну да может быть там где-то было не очень педагогичная лексика но никакого матов вот просто не общепринятой как мы на уроках говорим но они находили то что было интересно им и то что было интересно одноклассникам поэтому используют очень активно возраст детей которые отвечают я опрашивала всех школьников больше меня конечно интересовали дети как раз моего диапазона там от семи до двенадцати но была часть старшеклассников а если вы сейчас хотите спросить кто не хоть не хочет учиться возраст мне надо посмотреть я могу потом отдельно эту информацию прислать вот сейчас не скажу вам кто входит в эти 30 процентов коллеги если какой-то вопрос пропущу тогда вы еще раз пожалуйста его зайдайте в чате я специально вопросы никакие не пропускаю а еще хотелось бы тут еще от вас обратную связь получить вот я вам эту статистику показала но наверняка у вас есть какая-то своя статистика потому как в принципе школьники не от семи до двенадцати а в принципе школьники да относится дистанционному обучению хотя по студентам тоже очень интересно посмотреть а не только когда их заставляет но и вот как их желание они хотят этим заниматься или нет а потому что если все хотят заниматься то наша задача есть уже разрабатывать курсы а вот если они не хотят то нам сначала нужно их мнение повернуть в сторону дистанционного обучения и далее уже но параллельно скорее параллельно наниматься разработкой курсов ну как дети вообще общаются в интернете самый популярный конечно это вконтакте меня удивило что инстаграм тоже не популярен фейсбук который нам привычен взрослым у крайне мало популярен вот самая популярная это это социальная сеть контакт и я использовал эту сеть для обучения ну сейчас даже скажу о плюсах минусах я использую лена сергеевна дети младшего школьного возраста не знают о курсах да но у них ведь есть родители то есть когда мы говорим про младший школьный возраст я всегда на подкорке имею ввиду родителей потому что мы же с ними активно работаем вот кстати мы переходим к особенностям детского и ленинг взаимодействие с родителями один из самых важных аспектов потому что они к нам детей приводят они оценивают результаты они детей забирают если им что-то не нравится и я приведу сейчас пример из реального обучения на был фестиваль замечательный фестиваль я живу я учусь и мы там я сначала подготовилась как вот прям настоящий расписал уроки как проводить но там дети приходит уходит приходит уходит поэтому никаких уроков вот реальных занятий там на 40 минут провести нельзя даже если очень интересно невозможно потому что одному объяснил пришел другой надо опять объяснить пришел третий в это время первым уже надоело десять раз слушать они ушли вот поэтому просто проводили опыты и вот стоят значит девочки проводят опыта с водой а детям дай воду дай шприц ну без иголки конечно и все час восторга обеспечен и они настолько увлечены что вот я даже не лезу там ни с давлением ни с силы архимеда они спрашивают что-то я их как-то навожу да ну приходит тут приходит мама и говорит ну и что ты сейчас узнал все вот у ребенка глаза потухли да ничего он не узнал потому что ты пришла сейчас а так вы может что-то узнал поэтому когда курс какой-то строит то вот родители есть в начале и есть в конце а вот в серединке не надо спрашивать что ты сейчас узнал потому что это это уже конечный итог если нужен результат прямо здесь и сейчас начинает книжку сесть почитать и потом вопросы задать кроме этого по моему мотива особенности детского ленинга это конечно мотивация у взрослых мы тоже работаем с мотивацией но взрослым обычно понятно для чего это надо вы можете сейчас меня конечно поправить но вот когда мы на работе делали какие-то обучающие материалы то какая мотивация нужно это сделать ну вот правда ты конечно можешь посидеть на коленочке посчитать потратить месяц но премию дадут тому кто сделает за два дня но вот и вся мотивация а у детей это мотивация какая может быть но бывает разное вот я так для себя делю что это либо те кто не ходит находится на домашнем обучении использует дистанционную дистанционное обучение вместо школьного ну понятно должна быть аттестация для тех у кого учителя используют смешанное обучение они в школе учатся и тоже есть определенная мотивация а есть еще те которые готовятся к экзаменам тоже вот вот четкая мотивация понятна а есть те которые кружки по интересам вот здесь кроме интереса другой мотивации нету во первых трех пунктах тоже интерес он присутствует конечно если можно подготовиться к экзаменам интересно и неинтересно то выберу там у кого интереснее но вот если кружок по интересам то как только интерес у ребенка падает ну все я его упускаю и скорее всего ко мне больше не вернется не приведет его ко мне мама зачем это же кружок по интересам вот и по использованию игровых элементов я специально написала игровые элементы а не не геймификации потому что слишком много виртуальностей вот я например не считаю нужным добавлять для детей они должны оставаться в реальном мире я сейчас дальше расскажу как и как именно игровые элементы использовались но это именно реальный мир и игры очень близки к стандартам но с использованием просто цифровых технологий и я сейчас посмотрю вопросы потому что я видел что писали но я их не успевала читать и тогда дальше перейдем вопросов не было тут добрая диск а не было очень интересная очень добрая спасибо мое мнение не требуется можно не читать пока вопросов нет так добрый комментарий дополнение то что вы говорите это очень хорошо тогда тогда а мне часто жалуются на дурацкие игры на уроках ну да их я бы в детский садик эти работы да как иногда говорят мне тоже один раз но не так сказали но я очень быстро игровые элементы убрала когда на меня так строго посмотрели ну ладно наталья олеговна коллеги давайте все-таки уточни мы говорим о дополнительном обучении кружковой работе да наталья олеговна вот на наша тема курсы для родителей фото простите вебинар для тех родителей которые ищут интересные кружки например по астрономии или физике они то что изучают в школе вот это вот пожалуй важно уточнить те коллеги которые это не касается мы просим не уходить остаться в роли экспертов педагогов из высшей школы для вот этой категории возрастной спасибо продолжаем ну хотела бы сначала сказать по поводу того что да конечно у меня это кружки но методики обучения они в общем то универсальны для своих кружков я брала методики которые написаны для школы для уроков надежда олеговна по поводу игры я понимаю у меня у самой пятилетний ребенок я так читала про игры да я знаю что игра это отдельная вообще сфера очень важная поэтому называю игровые элементы не претендуя на огромную роль положительную которую может принести игра то есть это никак не психология это вот маленькие элементы которые включаются для того чтобы познавательный интерес у ребенка развить каким образом вообще вот я строила работу с детьми ну самый большой бич мне кажется дополнительного образования это детей туда привлечь никто вот просто так не приведет с одной стороны интернет дает огромные возможности можно написать в соцсетях дать контекстную рекламу но с другой стороны эти же пользователи видят каждый я не знаю как вот у вас френд лента фэсбука подобрана но я каждый день вижу миллионы приглашений на вебинары о том как развивать ребенка в общем кучу всего непонятное дело что пользователи уже все это не читают должно быть какое-то предложение что их заинтересовало я для этого использовала электронный журнал ну соцсети понятно у меня был сайт очень мне понравилось введение электронного журнала это не очень долго продлилось потому что я это делала без команды одна и очень трудозатратно но с электронного журнала ко мне приходили сами дети то есть не родители писали за них а вот десятилетки была такая три человека у меня так написала они почитали журнал родители скачали они почитали и дальше они сами мне уже написали и сами пришли на курс вот это на самом деле конечно самые ценные ученики очень сильно замотивированные вот ну и какие-то там марафоны в соцсетях бесплатные пакеты они конечно тоже активно использовались ну а вот привлекла дальше-то мне что с ними делать уровень у всех разный нужно отмониторить по идее но мониторить надо мягко если даже я не буду говорить ах ты такой сякой тебе двойка ребенок же сам прекрасно понимает правильно он ответил или неправильно и если ответить все правильно но классно а если неправильно но расстроиться и дальше не полет хоть он-то в этом не виноват потому что по-хорошему я должна мониторить вообще огромный огромный огромную область и точно совершенно любой самый гениальный ребенок на определенном месте остановится и будет отвечать неправильно и ну расстроиться а группа у меня разновозрастная представляете какие разные знания в семье в 12 да могут быть а могут быть кстати говоря почти одинаковые поэтому группа разновозрастная потому что развитие очень неравномерное в этом возрасте поэтому я мониторила ну прямо очень аккуратно а вообще всех запускала дальше уже по учебным модулям и вот учебные модули я делала в три ступени почему в три ступени во-первых как я уже говорила в дополнительном образовании там вопрос мотивации прямо на первом месте по классической теории мотивация познавательный интерес проходит три стадии любопытство любознательность и потом уже устойчивый познавательный интерес но потом еще идет теоретический но с десятилетками до теоретического не дойти ну и плюс каждая стадия подразумевала более высокий уровень сформированности некоторых представлений у меня там физических или астрономических которые я даю ну и соответственно усложнялся сам процесс взаимодействия ну вот вот здесь вот представлено так схематично картинками три ступени сейчас я прочитаю тут коллеги дополняют здорово, молодцы согласна Юрия Борисовна что здесь как раз очень важно их мотивировать поэтому я и говорила про познавательный интерес вот на первой стадии она у меня проводилась в социальных сетях и игровые элементы их было очень много в начале и практически на ноль сводились к концу как раз вот когда мы уже заключительно был этап у меня там сначала по плану были какие-то игровые элементы но по реакции детей я поняла что мне сейчас скажут ну я бы в детский садик идти поэтому я их очень быстренько свернула добавила содержание усложнила и вот курс уже получился такой который им понравился но как раз таки в конечной стадии мне бы захотелось сделать уже что-то виртуальное то есть на мой взгляд дети были готовы они бы уже не ушли в эту виртуальную реальность а вот знания свои они бы вполне могли проверить улучшить вот в этом момент они уже готовы то есть или полное отсутствие игры или уже крутая такая хорошая игра значит ну по порядку Елена Сергеевна это не мной придумано это еще Перельманом придумано что дети изначально для них важна занимательность и мы сейчас извините важна занимательность и именно занимательностью мы их к предмету и привлекаем но самое главное в этом случае не уйти в развлекаловку потому что если мы заменим обучение развлекаловкой они конечно будут радостно к нам ходить и все такое но толку от этого не будет потому что учеба это труд как ни крути это труд и тяжелый это труд и не всегда хочется это делать но должно быть что-то что будет заставлять и каждый раз собственная мотивация собственная сила воли должна усиливаться ну на первой стадии понятно что еще никакой силы воли нету поэтому использовали то что было интересно значит внутри этой первой ступени тоже было несколько так называемых слоев скажем первый самый-самый легкий придумывал сказочные истории про персонажа типа Винни-Пуха Бабы Яги Кузьку вот такие и туда включала физику и самое элементарное основанное на наблюдениях простых опытах кто-то подключался то есть маленькая искорка уже зажигалась и такие курсы вот маленькие они сначала где-то по по недельке длились а вот потом так мне тогда казалось очень амбициозным курс я сделал летний курс который длился ну больше даже чем месяц немного детям назывался я научный корреспондент а я им отправляла материалы не такие прям маленькие там двух страниц по пять было каждое задание надо было прочитать и им необходимо было найти проявление различных физических открытий законов в жизни сфотографировать и уже в контакте представить отчеты но вот здесь представлены как раз фотографии они в принципе весьма творчески подошли к этому процессу и в течение месяца многие продержались ну летом месяц мне кажется это хороший показатель и вот здесь как раз про использование социальных сетей следует сказать я их использовала ну не скажу что были и плюсы и минусы конечно из плюсов это доступно легко достучаться до пользователей можно сделать какие-то репосты это дополнительная реклама из минусов работа ручная и если пользователей много получается можно очень легко запутаться ни о какой автоматизации конечно речи вообще не идет ну вот тоже форма отчета представлен здесь девочка температуру наверное меряет а и про на первой ступени мы вообще использовали все делали даже онлайн спектакль вроде бы казалось что это вещь для живого общения но мы делали онлайн спектакль и на удивление но прошло хорошо активно и группа разновозрастная и это тоже сыграло в плюс потому что онлайн спектакль был по книгам Стивена Хокинга про мальчика Джорджа у него есть там четыре книги астрономия в очень увлекательной форме для детей но на серьезные темы там про черные дыры рассказано и вопросы у всех были и у шестилетней девочки были вопросы и у одиннадцатилетнего мальчика конечно они разного уровня были совершенно но зона ближайшего развития это работает правда каждый взял то что необходимо ему вот ну и использование инстаграм вот сейчас по моему самый удобный использ самый распространенный способ проведения всяких марафонов для привлечения работает хорошо по итогам по работе социальными сетями вот как по мне плюсы есть но я о них уже сказала ну и минусы понятное дело тоже есть и в том числе социальные сети это все-таки сродни развлечению то есть туда пользователи приходят развлекаться и если говорить про маленьких детей там 7-8 их в социальных сетях нету для них родители скачивают да и отчеты тоже родители выкладывают помогают то лет 10-12 они там уже есть и будут ли они только заниматься моей физикой ну я же не с неба упала скорее всего не будут не только физикой да и даже открыв эту социальную сеть для занятий вполне вероятно они куда-то и уйдут да я и сама по себе я работаю и мне так и хочется всегда в фейсбук заглянуть думаю да заблокировал бы у меня его кто-нибудь уже вот и да про блокировку про блокировку то есть родители могут блокировать эти социальные сети для детей но это дело родителей а как они они не могут заблокировать по-моему не могут они заблокировать весь контакт кроме моей группы не могут таким образом ну вот я буду терять учеников в общем то хороших учеников чьи родители ими занимаются и как правило у них бывает явный такой прогресс хороший заметен видимо речь идет о разной рекламе ссылках посторонних правильно Наталья да это можно всего много найти и без рекламы конечно там зашел ну что интернет всем понятно что там можно найти ну да ну и конечно и ссылки да высвечиваются и там стучатся им не понятно кто поэтому сейчас скажу честно мы я стараюсь уходить от использования социальных сетей то есть только на самом-самом первом уровне для привлечения а потом всех в среду дистанционного обучения вот обычно все спрашивают про количество сколько детей принимало участие так а мне что-то фонить стало сколько детей принимало участие ну вот у меня такая статистика получилась да самый первый слой 20 потом два раза меньше я считаю что цифры в принципе удобоваримые для дополнительного образования тем более онлайн вполне себе сносные вот ну и основное здесь я не обратила внимание что использовал свободный график всегда и асинхронное общение вот здесь мы не созванивались никак все комментарии были я им писала вот коллеги а вы используете социальные сети как-то для ну вообще для процесса обучения было бы очень интересно почитать тоже и как вам вообще их использование теперь по второй ступени значит вторая ступень уже гораздо интереснее чем первая здесь ну для примера вот два модуля разбирая это путешествие по следам Архимеда и пирата неизведанного океана значит тут мы встречаемся с ними всегда здесь уже общая такая картинка есть мы с ними встречаемся встречались раз в неделю до этого дети получали материал для самостоятельного изучения это были или короткие видео минут там семь-десять потому что у нас есть ограничения по использованию цифровых устройств или материал для чтения я всегда родителям рекомендую все распечатывать нечего лишний раз сидеть за экраном можно потратить бумагу и читать нормальные хорошие буквы на листах все повествование велось от лица выдуманных персонажей вот на встречах конечно я говорила от себя я там не делала театр кукольный вот я говорила от себя но вот все что они получали было от лица выдуманных персонажей плюс по следам Архимеда это же так еще исторический историческая область делали контекст исторический то есть что там происходило войны какие были традиции вот так чтобы погружение было больше и надо сказать что это показало свои результаты в принципе там вот из пиратов вообще никто не отваливался а по следам Архимеда один человечек отвалился и то он по семейным так обстоятельствам то есть сначала участвовал а потом что-то у них там произошло и свернулось его участие вот ну конечно когда онлайн взаимодействие есть тут уже хотя бы какая-то эмоциональность присутствует потому что эмоциональность когда вот говорят что вуз без преподавателя меня всегда ну я думаю господи как хорошо что я уже успела отучиться потому что ну идут же к преподавателе да он может вообще сказку про курочку рябу рассказывать но если он такой яркий и хорошее энергичный то мы придем его сказку про курочку рябу слушать весь материал потом в учебниках прочитаем спросим что надо но вот эту энергетику которая есть у преподавателей ее ведь нужно передавать и конечно через экран ее передавать намного сложнее вот для меня дистанционные занятия энергетически как-то ну стоит больше потому что чтобы дети немного получили от меня я в экран должна столько вбухать что потом прям хоть сползай но тем не менее вот это онлайн взаимодействие оно дает результаты и по результатам потом мониторинга знаний конечно эффект есть причем мониторинг знаний если когда одна асинхронность только я им конечно даю какие-то тесты но там все равно тесты да правильно неправильный ответ я же не могу их оставить с незнанием все равно должна выдать правильный ответ а вот когда онлайн то я им никаких тестов и не даю мы разговариваем беседуем и я же вижу кто знает кто не знает и вижу что не знает начинает путаться слегка могу как-то подвернуть подсказать для того чтобы он все равно сам пришел к правильному ответу но в принципе тут все технологии которые работают в школах на обычных уроках да там они все применимы вот поэтому реально курсы это конечно только с онлайн по моему а и вот третья ступень здесь я уже пришла к мудл а как ребенок может узнать о своих результатах Татьяна Александровна сейчас это оценки оценок конечно я не ставлю вот о своих результатах вот сейчас не очень понятный вопрос что именно подразумевается под результатом я же не могу сказать у тебя сформированы такие-то компетенции ну но это для педсовета нормально родители мне кажется посмотрят на меня немного странно если они далеки от педагогики а ребенок так вообще скажет ну совсем я хочу дополнить возможно Татьяна Александровна а это эксперт известный автор да я знаю мы знакомы да и ЕГЭ и ГИА возможно она опоздала Татьяна Александровна мы говорим о кружковой работе о ДПО с применением ДО вот и здесь таких стандартов в ГОСов нету как мы знаем тут больше дополнительные какие-то навыки чего нет в школе и вот в частности Наталья Олеговна и как некоторые и как как и все финские педагоги говорят она оценки сразу не объявляет да Наталья Олеговна да я вообще оценок то не ставлю вообще оценок да ну у меня конечно есть какое-то представление вот но я их не объявляю но я поняла вопрос я сейчас скажу значит Татьяна Александровна по поводу я не развлекаться пришел конечно но в принципе он пришел за тем что ему интересно у меня не подготовка к экзаменам да ему до экзаменов моим десятилеткам до экзаменов еще ооо пилить и пилить они же эту физику еще даже в школе не проходили они пришли так чтобы им было интересно и если им интересно и они проявили какой-то опыт сами и смогли его объяснить а еще потом сверкнули знаниями и вон папе показали звезду которую папа сам не знает то им большего подтверждения то не надо да они приходят и говорят да я крутой я вот сегодня вот это рассказал а еще прочитал там новую информацию ну они конечно по-другому говорят а сейчас я вам всем ее расскажу то есть у них мне кажется вот нет вот такого что я ничего не знаю они в курсе что они знают и они очень хорошо считывают это если видно ну все же разные да тем более группа разного взрослая кого-то я поддерживаю и подталкиваю иногда кого-то даже приходится осаживать вот так вот поспокойнее кого-то наоборот поддерживать и слово давать но ну все откликаются на самом деле у меня маленькие группы пять человек больше потому что уже ну я в скайпе с ним занималась и больше пяти человек вот шестой явно лишний то есть лишний плохо говорит наверное но мне очень тяжело уже за шестью следить а вот пять отлично идут а как они со мной разговаривают пишут или не а мы разговариваем почему просто нормально разговариваем если я хочу что-то спросить так чтобы мне прям все написали но могут они выйти со мной в личный чат и написать вот но как правило у нас идет обычный такой нормальный разговор потому что ну меня могут поправить сейчас педагоги которые в школах работают а я вот так просто по разговорам коллег в школах разговаривать остается времени мало такую программу дали и так мало часов что учителю успеть вообще все рассказать а уж к доске вызвать да еще как следует диалог построить при всем желании времени мало а у нас нет программы по мне важнее пусть мы меньше пройдем но при этом они успеют раскрыться раскроются у меня на занятиях они потом прочитают еще пять раз больше сами да я скайп использовала но не скажу что ой что у меня очень нравится но пока больше ничего не получалось тут добрые диски татьяна александра я вот этот вопрос дети практика ориентированы да верно ли суждение что после курса мне стала интересна физика верно ли суждение что ну в общем я скажу про астрономию у меня девочка была которая пришла вот к самой первой ступени но явно гуманитарь девочка прекрасная но гуманитарь ее там мальчишки сначала прям чуть ли не забивали но в итоге она сделала их всех во-первых да она заинтересовалась и уже после моего вот курса когда закончился она пошла к сурдину слушать лекции по астрономии сурдин это профессор в московском университете лекции но они для широкого круга слушателей но они нелегкие их надо действительно слушать с желанием и понимать просто так за мытьем посуды не получится их послушать ну поэтому наверное эффект есть я учу себя ну да сравнение с самим собой да я просто так не говорила но как то просто не приходилось так ну теперь про третью ступень здесь уже пришли к мудл честно говоря я боялась я думала что никто там регистрироваться не будет это все так сложно мы с Юрием Николаевичем очень старались настроить максимально понятно со всеми кнопочками чтобы было видно записаться ну проблем кстати было очень мало нет люди уже привыкли ко всем настройкам никому объяснять что вы сейчас зарегистрируетесь письмо придет еще одно туда-сюда ничего никому объяснять было не надо совершенно спокойно поэтому я так подозреваю что с первой не знаю ступени а вторая ступень точно пойдет в мудл со всеми журналами с посещаемостью с автоматическими проверками сюда пойдет вот здесь уже вводилась автоматическая проверка и ну первые тесты они были прям такие сначала в вопрос очень в вопросе очень подробно все рассказывалось а потом в ответе надо было выбрать ну если ребенок даже совсем ничего не знал но он правильно прочитал вопрос он все выбирал правильно и там было много-много попыток и баллы снижались совсем немножко и значки за то чтобы за то что они прошли курс поэтому прошли в принципе нормально сейчас у меня динамика я так говорю нормально а потом покажу вот это там межгалактическая экспедиция 1 была полностью на автоматической обратной связи индивидуально только если были какие-то вопросы им не писали а вот межгалактическая экспедиция 2 вот это уже такой полноценный курс получился конечно там я основывалась уже на то что дети что-то знают и на свои какие-то ошибки и на то что они привыкли дистанционно учиться и из чего он состоял значит курс был в мудл перевернутый класс был потому что заранее я отправляла какое-то рекомендованное видео или что-то для чтения не обязательно даже свое это просто ссылка на интернет страницу интернет ролик ну с соблюдением всех авторских прав потом на занятии мы разбирали все это затем как домашнее задание они получали тест и запись занятия конечно была вот здесь тесты прям очень хорошую роль играли потому что посмотрел один прошел второй прошел а я не прошел надо проходить некоторые особые умники кто постарше они сразу проходили тесты бабах они вообще внизу тебе одиннадцать а ты сделай меньше чем на восемь а так сначала надо было прочитать оказывается поэтому тут автоматическая проверка хорошо себя показала я не знаю нужно с мудл наверное все знакомы нужно показывать как это реализовано было в мудл нет я думаю можно сократить время особенно татьяна александровна конечно а вот допустим не на татьяна александровна и да а вот допустим фрау блюз надежда олеговна она не очень насколько я знаю у нее другие технологии а вот а ну вот первое межгалактическая экспедиция один я сказала что она была реализована формате игры приветствию смысл заключался в том что на межгалактической экспедиции хакеры взломали компьютер их база данных вся слетела все перепуталась к ним обратился капитан этой экспедиции с тем чтобы они дети ему помогли все восстановить вот таким образом это чисто идеальная гимнификация просто отлично вот таким образом были обоснованы почему именно тестирование форма тестирования да потому что все таки тест есть тест и ну и значки здесь показаны разные были формы подачи разные виды задач разные задачи использовались по нескольким причинам во первых разные когнитивные стили разные форматы задач любят для того чтобы всем что-то было комфортно решать с другой стороны чтобы было что-то посложнее тем кто наиболее сильный и плюс задела на будущее я смотрела на форматы задач которые его г есть и старалась чтобы форма была похожа чтобы вид был похож посмотрела я это у сингапура мы так ругали тесты а сингапур который взлетел вообще просто по школьному образованию они везде вводят тесты ну просто у них хорошие продуманные тесты зато дети когда на экзамен приходят они этих тестах не боятся они их решают с первого класса поэтому виды задач подсмотрена ну и вот такая динамика была в общем то мягко скажем не сто процентов конечно проходили но я вижу здесь два объяснения ну во первых статистика прохождения электронных курсов стопроцентно крайне редко бывает я когда вот спрашивала даже в группе то ну я мне очень мало кто прислал информацию о статистике прохождения курсов большое спасибо всем кто поделился но судя по тому что статистики мало я сделала вывод что не шибко она у всех хорошая если честно вот а и плюс еще такая статистика по мне говорит о не только достаточности но и необходимости первых двух ступеней вот кто первые две ступени проходил хотя во вторую первая она так была по желанию по сути а тот прошел ну из тех кто участвовал тот прошел все до конца а кто не проходил те быстро сливались сейчас я вот здесь отвечу на вопрос по поводу почему не поразвлекаться ну вот Ушинский просто зарекал что не превращать учебу в развлекалку ну потому что развлекалка на мой взгляд Елена Сергеевна это отдых да ничего плохого в этом нет но только это не учеба даже если это дополнительное образование оно все равно требует трудов и привыкать к ним нужно с малого но вот тот кто готовится к экзаменам да они же дополнительно занимаются конкретно сегодня скорее всего их это в школе не спросит но сколько трудов они прикладывают к этому поэтому учеба это всегда труд и это неплохо это не занудный труд но учеба это труд и к этому мне кажется нужно сразу привыкать и может быть поэтому я если честно недолюбливаю научные шоу ну можно развлекаться чем-то еще но если уж проводится эксперимент хороший красочный то ну хотя бы в игровой форме либо ну давайте мы какую-то гипотезу сформулируем а теперь объясним почему для того чтобы в голове осталось не просто взлетающий фонтан но еще и причина почему он так взлетел так Наталья Олеговна кто вас так обучил здорово рассказывает вы просто интересный собеседник я узнал вас совершенно спасибо кто вас такое сделал ну маму с папой наверное и просто наслаждаюсь вашим выступлением это спасибо ну это картинка как раз завершающего курса и пообщая значит вот здесь представлены первая вторая третья ступень и то что использовалось ну видно что на первой ступени это самое элементарное это асинхронность и проверка учителем вторая ступень уже более сложна и весь полный спектр использовался на третьей ступени он конечно требует и разработки большой трудозатрат но он как раз эффективный и знание позволяет мониторить и отследить результаты я прослудовал потом отдельно расскажу это очень непростая штука а вот так важно татьяна а я нисколько не против игры и деловые игры они же если так на них посмотреть не настолько уж прямо это такая развлекаловка там ведь и поработать и подумать приходится да игры они я за игры я за то чтобы не делать просто ярко но бессмысленно отлично 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 татьяна александровна напоминаем речь идет о максимум 12 годах в дополнительных кружках дополнительное обучение 7-15 лет ну и вот еще такой аналитический слайд от чего я проводил аналитику зависит процент завершивших обучение ну наверное здесь ничего нового не открою платные курсы проходятся лучше потому что деньги заплачены родители проверят позвонят напомнит что у тебя занятие поэтому я бесплатно и сказать честно не люблю потому что это просто труд в никуда вид поддержки если поддержка индивидуальная и спросить как дела чем помочь то конечно это тоже играет роль формы обратной связи ну и длительность вот про длительность я хоть и написала потому что это вполне логично но вот по своим курсам я не заметила вот если конечно он короткий неделю только его все пройдут а вот разница три недели или полтора месяца уже нету кто три недели не продержался тот и полтора месяца продержится вот тут вопрос еще для того чтобы у педагогов хватило запала и энергии все это готовить сразу и все провести а учеников по моему хватает а ну результаты вот пять человек получилось которые прошли все и результаты конечно разные так как у нас профессиональные сообщества то результаты волнуют все у меня основные результаты были сформированность у них познавательного интереса но потому что сравнивать чему они научились но с кем я буду сравнивать с теми детками кто это не проходил но ясное дело что они научились гораздо больше чем те которые не проходил что тут сравнивать вот а насколько развился познавательный интерес там по-разному вот у первых двух у димы и алены у них активно прям динамика шла видна алена по личному результату она рекордсменка потому что ну говорю о вот самый гуманитарий она прям взлетела выше всех в итоге влад вот у него динамика самая скромная потому что он был где-то средний ну он много знал такой начитанный мальчик но дальше весь его интерес вылился в соревнования с димой то есть предметного интереса было очень мало он много говорил много не по делу его приходилось осаживать вот он здесь наверное аутсайдером получился дарья ярослав они самые маленькие были и динамика у них тоже была ну положительно явно им было конечно сложновато с более взрослыми ребятами но молодцы удержались мы даже пару раз с ними встречались просто так индивидуально прямо вдвоем это помогало но тем не менее я за разновозрастную группу потому что вот эти индивидуальные занятия с младшими они их подстегивали просто но за старшими они тянулись они бы не вытянулись так если бы были среди себе равных ну и на самооценке там плохо никак не сказывались они же понимали им восемь ему почти двенадцать чёрт когда им слово давали их слушали то там вообще прям скачки с ними же сравнивать Татьяна Александровна ну конечно они чему-то научились у меня безусловно конечно если я их учила они пришли и не знали а сейчас узнали лучше как это определили ну Юлия Александровна познавательный интерес как определять это либо анкетирование очень подробное но мне как-то сейчас не хочется детей много на вопросы отвечать заставлять я определяю наблюдаю во-первых дополнительное образование неинтересно не пришел даже если платно хорошо первый курс прошел на второй не пришел потом деньги там если курс месячный после первой недели я запросто возвращаюсь это первое голосует ногами второе это наблюдение я же вижу какие они вопросы задают кто какой материал дополнительно хочет рассказать что они не сидят просто так сиднем да потом вот мальчик у нас был из Крыма у них было отключение электроэнергии и тогда мама мне пишет говорит принесите пожалуйста время у нас будет всего два часа электроэнергии чтобы он попал на вебинар но вот заценили у него два часа в сутки дают электроэнергию а он из них час тратит на занятия ну значит хочется прийти вот поэтому мне кажется по таким субъективным факторам можно ценить а юлия александровна я ответила на вопрос спасибо ну и какие вот сейчас есть планы хотелки сейчас я вот уже по опыту думаю что в СДО всех и сразу часть игровых элементов сделали все таки на iSpring Suite я в этом году не закончила правда еще обучение но можно пробовать и мониторинг конечно требуется постоянный даже на первой ступени как раз с помощью игровых элементов где можно будет не сообщать прям вот результат правильно неправильно да как то вот очень мягко но мониторинг требуется даже для создания следующих материалов кому что дополнительно порекомендовать прочитать это требуется и плюс еще у нас сейчас есть такая идея ну как бы коробочный вариант у нас Оля Орлова называет совместить материалы которые будут распечатываться с дистанционным обучением ну вот эта игра ходилка просто попробуем в нее как то поиграть вместе на занятиях не знаю как получится но хочется попробовать вот и у меня очень много идей планов я приглашаю на сотрудничество и сотворчество вот сейчас у меня прям вот горят глаза сделать дистанционный курс по естествознанию для младших подростков и младших школьников почему по естествознанию я думаю понятно потому что для них физика химия биология география но по-хорошему не должны так сильно отделяться их потом разделят а соединить правда забудут вот ну вот там бы их сначала соединить чтобы они видели что с одного все идет а то у меня научный руководитель рассказывал историю он физик он говорит я ну электрон там он говорит сидит-сидит мальчик потом аааа так это что же электрон что и на химии ну в десятом классе мальчик понял что электрон физики и химии это оказывается одно и то же а если про педептики рассказать как-то все вместе вот соединить эти дисциплины то может и в десятом дети уже будут знать что электрон в химии и физике это одно и то же а сделать бригвальный преподистический курс тоже по физике с элементами английского языка я начинала его делать но моих знаний английского явно не хватило а и вот физика в историческом контексте тоже был модуль как раз по следам архимеда это когда мы не просто изучаем все открытия архимеда да там для физики темы это очень благодатно и все к архимедову прибегают но еще и мы летаем туда исторический контекст но опять-таки для того чтобы не отделять разные области и и дети так лучше запоминают воспринимают все даты укладываются в голове поэтому если вам интересно я буду очень рада обсудить и начать сотворчество скажем так вот на этом у меня все если есть вопросы я буду рада ответить если какой-то вопрос был я пропустила то повторите пожалуйста зафиксировал сейчас я их озвучу уважаемая любила георгиевна может кажется сколько давно общаемся при лицензировании курсов на доп. образовании вообще лицензии не требуется ни на какие дистанционные курсы коллеги если есть у организации лицензия аккредитация то на этого достаточно больше ничего не надо правильно правильная никакой курсы у нас в россии не требует лицензии дальше тут был вопрос про moodle я очень часто и очень внимательно смотрел на эту интеграцию коллеги она нереально сложная и перспективы очень мало там надо хорошо вкладывать средства писать сценарии но это не означает что в рамках вот этого предложения от натальи олеговны мы не сможем вернуться к суду еще раз коллеги наталья олеговна предлагает несколько идей давайте я вернусь а вузовские коллеги могут нас прокомментировать оценить коллега наскеве в частности смотрите что предлагает наталья объединить преподаватели добровольно по созданию электронного дистанционного курса по естествознанию из разных городов из разных может быть даже из стран вот тут из германии господа блюд смотрите добровольно попытаться обсудить и создать новый курс причем я так понял это будет платный коммерческий курс билингвальный курс по физике был вопрос я так понял это на двух языках может быть русский может быть нет тут я вам поясню хорошо нет билингвальный курс по физике немножко другое я в школе когда пробовала вводить какую-то формулу но у меня уже там шестой класс с ними можно формулами по физике поиграться но им тяжело а я иногда вводила допустим я им не писала там скорость я писала спид спид потом делить не на время а на тайм умножать спид умножить на тайм равно ну то есть вот какие-то такие вещи плюс в принципе зачем это нужно ну понятно что английский он сейчас везде нужен да и если общим словам общей лексике дети учатся в школах учатся потом поездки за границу и репетитор это есть а вот специальные лексики нет совсем и получается вот ребенок приходит в институт в технический вуз и ну реально он к науке подключиться не может то есть он сначала будет долго въезжать в специальную лексику и только потом он сможет как следует подключиться к науке это ну это проблема у нас я знаю историю одного очень умного аспиранта который уехал по-моему в штаты в общем он вернулся потому что он не смог справиться со специальной лексикой вот конечно мы до такого уровня до аспиранского то никого доводить не будем но мы дадим базу а эта база потом уже со временем будет вот уже пошли первые отклики в частности от татьяны алексея александровны у нее богатый опыт онлайн обучения вот идея интеграции усилий разных педагогов в рамках одного проекта добровольного негосударственного проекта вот татьяна александровна ну как смущаете татьяна александровна вы обладатель титула река ваш курс является имеет знак качества он не просто так вы в россии одна из уникальных личностей ваш курс просто уникальный я знаю и знаю курс наталья олеговна там кстати там кстати очень много что она не рассказала но все что коллеги говорили все там есть и деловые игры когда капитан воздушного корабля межгалактическая экспедиция обращается за помощью они начинают это это та же деловая игра это те же штабные игры только для детей вот тут уже пошла дискуссия рабочая мудл не мудл или айспринг это очень классно очень классно что вы коллеги готовы к дискуссии к обсуждению что технические аспекты и я думаю тут надо уже возвращаясь к финалу наверное говорить о том как можно будет дальше работать например директ академии наш проект готов предоставить вам и мудл бесплатно и наши консультации и какие то там вот мудл плюс лудл Людмила Георгиевна спрашивает и там мы готовы дать консультации поучаствовать и этот проект выполнен мудл мудл тут уже говорили про интерфейс мудл и татьяна александровна ответила интерфейс это зависит от настроек от умения пользоваться проблем а можно я отвечу да извините я отвечу на вопрос какие были трудности у школьников пользоваться как ни странно не было то есть я правда очень сама удивилась были проблемы единственные с самого начала с настройкой там кому-то не приходило письмо для того чтобы подтвердить регистрацию ну вот Юрий Николаевич это исправил а школьники дети да нет спокойно я еще сначала инструкцию да давайте мы с вами посмотрим как они говорят да что как все понятно что далее тут все написано поэтому мне кажется мы где-то недооцениваем они быстрее чем разбираются у меня из 7000 участников были вопросы только и жалобы были только у преподавателей у студентов вообще никаких сложностей с мудл ни разу не было коллеги из вузовской из вузовского направления вот тут присутствует что вы думаете что ваше мнение по идеям по практикам вот Наталья Олеговна есть ли какие-то дополнения рекомендации так вижу никто не возражает всем все нравится у меня вопрос Наталья Олеговна если будет интерес как вы думаете где мы можем собираться встречаться поговорить если это Мирополис пожалуйста мы можем здесь если это скайп значит скайпе до 25 человек можно собирать или с этим у нас вообще проблем нет с местом сбора мне кажется нет а какая разница можно и здесь и в скайпе техническая сторона у нас здесь нет проблем не вижу у нас с технологиями вообще проблем нет на сегодня мы очень хорошо продвинулись в Мирополисе передавать микрофон не всегда хорошо вот можно да вот отлично что у нас собрались все очень технически грамотные коллеги сегодня грамотность уже достаточная достаточно и вот наверное Сергей Володарович подводит итог надо подумать давайте подумаем да Наталья Валерьевна мы вам сделаем рассылочку с вопросами с предложениями и ссылками для получения сертификатов участников подумайте вообще идея объединения усилий она самая такая неблагодарная что ли призывать давайте делать вместе очень сложно у всех свои личные планы своя нагрузка свои предметы свой начальник свой босс еще с кем-то начинать разрабатывать проект безвозмездно очень сложно очень сложно все зависит от идеи сейчас я еще отвечу хорошо Анна Викторовна нет не всегда они рядом родители подключают вот как у меня было родители подключают детей семи лет к видеосеансу все мама подключила мама ушла больше она не требуется или когда проходит ребенок тестирование но тоже вот мама ему открыла вот первое задание она открыла все дальше мама в общем то не нужна потому что в семь лет но тут вопрос читает ребенок или нет конечно я рассчитываю что дети читают у меня нет никакой озвучки что вот тут это написано а здесь другое если ребенок читает он справится сам у меня ребенок пятилетний она плохо еще совсем читает но она как-то у меня в контакте музыку находит которая и требуется не знаю каким образом это получается вот поэтому нет у них там проблем ну спасибо коллеги за ваши отзывы так вот тут я вижу персональное да можно Татьяна Александровна вот меня Татьяна Александровна спрашивает можно ли дать ссылку на ее сайт да я буду только рад если вы потом посмотрите сайт Татьяны Александровны честно говорю я пиарю я наслаждаюсь когда пиарю лучшие работы я пиарю Татьяну Александровну так же как и Наталью Олеговну и хотел бы пиарить Людмилу Георгиевну руководителя Центра информационных технологий Югорского НИИ информационных технологий если правильно нашел вашу должность Людмила Георгиевна возможно Югорский НИИ информационных технологий может стать опорной федеральной площадкой или неким идеологическим центром который позволит этот курс собрать сделать его качественным из разных педагогов так так вот сайт Татьяны Александровны это личная работа колоссально интересная работа посмотрите коллеги потом так ну что Наталья Олеговна у меня к вам вопрос ну как вы думали это не прорабатывали мы заранее ничего не прорабатывали скажите пожалуйста ну вот создадим этот курс его можно коммерциализировать я так понял что его нужно коммерциализировать потому что платное обучение платные курсы они лучше получаются для ребенка там дисциплина есть я правильно понял это коммерческий проект в том числе не только в духовном воспитании коммерческий да нет ну конечно хотелось бы сделать коммерческий потому что мы же с вами не духом светом питаемся все правда и большая работа она логично должна подпитываться вот а каким образом его можно было бы окупить ну лицензионных школ много очень поэтому мне бы вот уже честно говоря хотелось сделать так чтобы занятия вела уже не я а посмотри как это у остальных а то мне так иногда говорят ну это все от педагога зависит вот было бы хорошо сделать курс затем ну типа франшизы его продавать а пусть ведут уже другие педагоги хорошо 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 ну что ж давайте подумаем это это такое предложение необычное я скажу необычное сетевое сотрудничество не организации а личности педагогов не по одному предмету а из разных предметов в рамках некого цикла естествознания давайте подумаем потому что это очень необычная идея я так вижу она требует размышления это еще не проект это наброски будущей такой идеи сетевого взаимодействия Наталья Олеговна больше вопросов сейчас еще есть есть вопрос да Анна Викторовна и Татьяна Александровна я надеюсь что они разойдутся потому что у меня все таки идеи как раз работы в разновозрастной группе а по поводу письма там его немного но где-то они не в чат что-то написали напечатали но если туго у ребенка с этим 7 лет значит мама поможет но 8 лет вот ребенок точно сам печатал потом я иногда прошу если долго печатать я ему говорю вот ты там поставь восклицательный знак да я у тебя спрошу всем остальным скажу помолчать у тебя спрошу восклицательный знак ребенок может поставить да время покажет конечно я же говорю что это просто моя надежда мне бы хотелось оставить разновозрастной я буду стараться но вполне возможно что я там через 2 года скажу что нету вы не сходится вот дети разного возраста да вот такое предложение возникло уважаемые коллеги не ждать пока время покажет а попросить Наталью Олеговну подготовить еще вебинар там не знаю через месяц может быть и вот некий некий образ некий проект в виде квадратиков схем как это все работает могло бы работать нам представить ну я бы тоже помог но грубо говоря вот Татьяна Александровна ведет общество знания или как там правильно историю может быть а кто-то допустим Наталья Олеговна ведет физику и вот они физика в историческом контексте создают некий кружок некую программу ДПО там подключается госпожа Блюст из Германии какие-то вот языковые элементы добавляют ну свои занятия но в рамках некого общего педагогического замысла и детки по расписанию я вот пока еще не вижу но думаю если посидеть подумать такой штурм провести и детки сегодня то там то тут то здесь естественно по расписанию встречаются играют вместе что-то делают в рамках одного проекта а родители за них платят это дополнительное обучение к каким-то новым интересным делам вот что-то такое может быть и попросить то есть продумать не просто призыв а давайте вот по естественному знанию а уже более такое проектная проектная какая-то проектная задача да вот интеграция но не в рамках школьной программы а в рамках дополнительной кружковой работы может быть по подготовке к олимпиадам Юлия Балиис-Парисовна вот интересно Татьяна Александровна комментарий добавляет как вы думаете подойти формулировки даже не проекта а предпроект контура проекта более не но если есть интерес то я бы конечно такой план идеальный проект с удовольствием бы нарисовала интерес к такому эскизному проекту так а вот еще какие трудности были при обучении да я сейчас еще отвечу значит Юлия Борисовна с олимпиадами МГУ никак не коррелируется ну я не ставила своей целью подготовить олимпиадников как вот директора школ любят вот ты берешь класс у тебя ну должны быть победители всеросса ну какой ценой и зачем не коррелируется с олимпиадами МГУ курсы хотя вы правы на самом деле для наиболее сильных учеников конечно нужно вводить элементы здесь а кстати назовем это модным словом зона роста а кстати вот Наталья Олеговна у вас же главная цель это побудить интерес у вас был кейс интересный когда девочка чистый гуманитарий первоначального по всем признакам резко обгонять по астрономии своих сверстников не не будет ли вот этот интерес предмету основой для олимпиадных каких-то дополнительных последующих курсов или подготовки вы же зажигаете а потом он самый по-моему это и есть интерес 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 да конечно но я думаю Виктор Борисовна имела в виду и непосредственно подготовку уже более предметную то есть вот интерес есть а теперь более предметные подготовка вот интерес ну готовим предметно конкретно олимпиадам пока не было но замечание принимаю так а какие еще трудности были при обучении да вот сейчас уже не вспомню какие были трудности при обучении много трудностей было при организации при все при создании всего этого вот ну и изначально мне кажется что трудности в основном исходили от меня да то есть это были мои трудности которые у преподавателей со стажем возможно не возникли во первых я вот сейчас когда свои первые занятия пересматриваю первые материалы то ну в общем хочется по голове надавать потому что делать надо по-другому ну но тогда не знала сейчас делаю по-другому да сейчас идет уже лучше во вторых и техническая сторона и вот эта межгалактическая экспедиция которая на модул реализована она долго честно говоря это все делала понятно что там я делала месяц если я сейчас сяду делать заново я сделаю дня за три вот а ну и общение непосредственно по скайпу тут тоже но вот кто-то говорит когда его прервать да чтобы остальным слово дать где но где-то небольшой жоркость все равно надо проявить потому что если всегда очень мягко но честно на шею садятся и пытается уже какой-то балаган вести поэтому как-то вот я почему-то это напоминает канталии на винсерфинге я правда никогда не каталась но вот так же по волнах вот ловишь волну и по ней пытаешься перемещаться то есть вот сложности ну самая главная сложность это конечно привлечение людей вот это вот всегда в нашем мире есть все кроме ну скажем клиентов все равно нам родители деньги платят они наши клиенты вот это самая большая сложность Анна Викторовна спасибо за вопрос самое тяжелое вот рассказала Наталья Олеговна эта сложность у всех есть это подготовить то ли Moodle то ли iSpring вот эти технологии они так тяжело идут но Наталья Олеговна перешла этот рубеж она делится с нами своим опытом Татьяна Александровна Ширина тоже самое у нее колоссальный технологический опыт вот мы предлагаем этот опыт объединить чтобы было легко да 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 я думаю в этом посыл Наталья Олеговна вот этот технологический самый тяжелый задел и вот у Татьяны я представляю какие она перетерпела затраты времени и ошибок чтобы выйти на супер курс у нее супер курс но это адский труд и речь идет чтобы давайте хватит уже по одиночке быть рабами своих технологических проблем давайте вместе их решать вот о чем речь четко ставится цель ну что ж спасибо давайте наверное спасибо большое коллеговна подводите итоги этой удивительной встречи спасибо спасибо большое Юлия Борисовна кстати я правда мечтаю поехать в Сингапур вот правда командировку я думаю никто не организует придется самой но это была бы очень интересная поездка спасибо большое коллеге за очень теплый прием спасибо за вопросы и комментарии я очень рада что предложение по сотворчеству и сотрудничеству вызвало интерес кстати я и тут еще надо было написать как раз электронный журнал который вот я делала давайте тоже попробуем сделать вместе на разные темы вот для школьников да не для родителей а именно для школьников которые бы они могли читать не так уж много времени на это уходит и плюс еще я хочу там попробовать студентов подключить думаю что это будет всем интересно и полезно вот как раз интерес к совместным курсом есть я конечно с удовольствием постараюсь прорисовать какую-то дорожную карту всего этого дела и но надеюсь мы с вами еще раз соберемся вот и обсудим еще раз большое спасибо вам за участие и Юрий Николаевич спасибо за возможность всем большое спасибо всем 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 большое спасибо это была невероятно интересная встреча до свидания спасибо большое до свидания до свидания